Итак, возвращаемся к церкви. Это работа об освобождении, о спасении. То есть это был процесс освобождения и спасения, это не была молитва Иисуса. Когда Он возобновлял наши взаимоотношения с Отцом, когда Он нас воссоединял с Отцом. Иисус не молился, о Господь, спаси их. И еврейское слово на иврите, обозначающее ходатайство, звучит как «пага». И мы можем прочитать в Исаии 53 главе. И там описывается о том, что все наши болезни, все наши заболевания, проблемы и грехи были возложены на Него. Как на нашего Спасителя. Он не молился, Он взял на Себя все это. Это что-то, что Он сделал, совершил. И это важно понимать, что Христос ходатайствует за нас. Что это Его ходатайство не было молитвой. Он был посредником между Богом и людьми. И вот это посредничество и названо ходатайством. И так как мы входим в служение священников, Он был тот, кто взял все на Себя, правильно? Мы не можем взять на Себя, но мы как священники будем возносить к Нему молитвы. К тому, кто совершил это. С нашей стороны это будет называться и будет осуществляться как молитва. Наше ходатайство должно корнями уходить в и основываться на на высвобождении того, что Он совершил, высвобождении Его работы, совершенным. Он заплатил за все. Он заплатил за раны. Он заплатил за все болезни. Он заплатил за наше спасение. Он оплатил все. Мы сейчас соработники с Ним. Мы работаем с Ним. Вот в этой области ходатайства. И через нашу молитву и ходатайство высвобождается то, что Он совершил на кресте. Когда кто-то нуждается в исцелении, например. Мы же не можем совершить исцеление. Мы не можем создать исцеление. Правильно? Иисус был избиваем, и Он получил раны на спине Своей. И через эти раны, которые Он получил, мы исцелены. То есть мы высвобождаем то, что Он уже совершил. И иногда я наблюдаю такую картину, особенно в харизматических церквях, когда люди молятся за тех, кто в инвалидных креслах. Они пытаются поднять этого человека, вытащить его из этого кресла. Как будто вот это поднимет их, эта молитва. Но то, что Он совершил, Иисус совершил, то, что Иисус совершил, оно высвободится в них. И тогда придет исцеление. Это не чувство. Это не эмоции. Люди часто очень эмоционально воспринимают это. Но я был исцелен несколько раз. И последний раз, когда я был исцелен, я не послушался Господа. И я начал стелить крышу у себя в доме. И проснувшись утром, я получил слово от Духа Святого, не взбирайся на крышу. Было очень раннее утро. И молодой человек с церкви помогал мне, он стоял уже на крыше и говорил, слушай, все хорошо, крепко, не страшно. И вместо того, чтобы послушаться Господа, я залез на крышу. И пока мы были на крыше, утренняя роса покрыла крышу. И этот парень, он соскользнул и слетел с крыши. И я катился с другой стороны металлической крыши. И когда я упал, это вот примерно как с потолка и на землю. И когда я упал, мое плечо вошло в землю. И оторвало руку, сорвало. И рука, ну, она держалась там на чём-то. Мне надо было вот так держать руку. И я являюсь сейчас пастырем в Германии. И у меня много физических проблем было, атак в физическую сферу здоровья. Но моя духовная мама, когда она увидела меня, она сказала, «О, я вижу Иисуса, он поставил это вверх. Он поставил это вверх». И она говорит, «Я вижу Иисуса, и Иисус поднимет тебе, вернёт всё на место руку». «Я вижу, что Иисус возвращает твою руку на место». «А у меня всё ещё болит, и рука не тну. Я её рабочая. Я ничего не чувствую ею». Я сказал, «Хорошо». «Один месяц, второй месяц, я всё пытаюсь сделать операцию». «Вот такой кусок, она висела сантиметров десять, и врачи сказали, вот это надо всё будет приподнять, и пришить, и зашить». «И я вот тут готовый лежу, чтобы они сделали операцию, а врачи говорят, вставай, уходи». «А врачи говорят, уходи, мы не будем делать операцию на твою руку, потому что твоё сердце в аритмии, оно или тахикардии, оно очень слишком быстро бьётся, ты не выдержишь операцию». «И я возлагал руки на больных, я видел слепых прозревающими, воскрешение из мёртвых, хромые начинали ходить, а тут вот моя очередь». «И я пытался дважды попасть на операцию, дважды мне отказывали». «И я летел обратно в Америку, и тут Господь мне говорит, «Ты вообще меня попросишь, чтобы я тебя исцелил?» «А муж Божий, да, служитель?» «Да, Господь, пожалуйста, исцели меня!» И потом моя духовная мать, и мы были в ресторане с ней. И в этом городе были все известные, в этом ресторане были все известные люди из города, мэр города и важные птицы. «На мне новые штаны». «И мы там парковались». «И тут африканская яркая дама говорит, «О, я чувствую Дух Святой, прямо здесь, на парковке! Надо молиться, сейчас будет исцеление!» «Они положили руки на меня, возложили». «И Дух Святой сошел, и я валяюсь на земле». А в ресторане водитель скорой помощи. И этот водитель скорой помощи выбежал, «О, человек на земле! Он упал! Ай-яй-яй, надо спасать!» Короче, все с этого ресторана и вокруг смотрели на меня, валяющегося на полу. И он... Я думал, Бог собраться... Теперь послушайте правильно. Я думал, что он готов меня убить, потому что поймите, что мы должны умереть для того, чтобы он жил в нас. То есть он будет всегда пытаться убить вас, как плоть, для того, чтобы он жил в нас. Ничего не произошло. Все, моя рука все еще висит. И в тот же самый вечер я сидел уже у себя дома. Были люди из церкви. И мы играли в небольшую карточную игру. Игра, где надо было объясняться, общаться. И тут Бог говорит, «Подними свою руку». И я говорю, «Я же не могу, Господь». Он говорит, «Я тебе говорю, подними свою руку». Помните местописание, где Иисус говорил человеку с сухой рукой, «Подними свою руку». Иногда мы говорим людям, когда молимся за них, «Подними свои руки, начни ходить, а ну давай вставай, присядь, делай то, что ты не делал». Но когда вы слышите, что вам Иисус это говорит, это совершено. Это свершилось. Оно свершилось там. Он совершил все на кресте, и Он уже воссел. И когда Он сказал это мне, это свершилось. И я поднял свою руку. Теперь все вы знаете, что моя рука несколько месяцев просто была нерабочая. И вот я сижу сейчас и машу. И вся церковь, кто был у нас в гостях, говорит, «Пастор, посмотри, ты руку поднял!» Я ничего не чувствовал. Ничего. И я посетил доктора на следующий день. И я сказал, «Господь прикоснулся ко мне». Доктора думают обычно, что ты с ума сошел. И я сказал, «Давайте исследуйте меня, протестируйте меня». И Он провел меня через все исследования, тесты. И Он сказал, «Это чудо, я не могу поверить в это». Потому что Бог просто все поставил на место. Вот то, что оторвано было, отвисло на сколько сантиметров, это поднялось на место и срослось, и я могу посещать зал спортивный, заниматься, выполнять упражнения. Но никогда у меня не было каких-то эмоциональных переживаний, я ничего не чувствовал. Один из ключевых моментов. Как ходатай, мы с вами должны слышать Бога. потому что, когда Бог говорит, потому что, когда Бог говорит, «Встань», вы должны восстать. И вы можете сказать, «У меня нет ни золота, ни серебра», но Бог может сказать, «У меня есть, вставай, я дам тебе все». Ходатайство, то, как мы молимся, мы ожидаем Господа, приглашая Его, «Приди, Иисус, приди, Царство Божье, воля Божья, свершись». Это все, что мы делаем. Мы не создаем с вами что-то. Мы высвобождаем с небес это. Оно уже свершилось там. Поэтому мы не пытаемся генерировать что-то и создавать. Мы не пытаемся произвести что-то. Я очень люблю, когда Господь исцеляет людей. И для нас лучше не знать, что это происходит. Потому что мы являемся иногда препятствием для Бога, и мы препятствуем на Его пути. Мы сами пытаемся помочь Ему. Но никто из нас не был на кресте. Никто из нас не совершил ничего на кресте. Только Христос. И Он свершил это. Он закончил. И Он не нуждается в моей помощи. Но мы все всячески пытаемся Ему помочь. Автоматически моя плоть пытается помочь Иисусу. Иисус, позволь мне только помочь тебе. Он может свершить. Он может сделать все. Аминь. Он более чем способен. Он может сделать. Аминь. Он может сделать это. У меня есть так много историй по поводу исцелений, но я хочу сохранить некоторые из них на вечер среды, когда я буду делиться с вами внизу на молитве перед тем, как мы поднимемся сюда на учение. Потому что четыре года назад врачи сказали «Ты мертвец». Через три месяца ты… все врачи, которые стояли вокруг моей койки, они сказали «Ты мертвец и можешь планировать похороны, покупать место на кладбище, потому что через три месяца ты просто умрешь и ты не будешь с нами уже». Когда врачи покинули палату, пришли мои духовные родители, и они были ходатай. Я даже не знал, что они прибыли. Но Иисус послал их с посланием ко мне. И они сказали «Ты не умрешь, ты будешь жить, чтобы рассказать историю». И четыре года спустя я все еще рассказываю и делюсь историями. Так что я живу и говорю и делюсь историями. И я очень рад, что я могу делиться с вами историями. И я иду туда, куда Господь меня только не призывает. И два года назад Бог послал меня в Бразилию с одним человеком. И я не знал этого человека. И Бог мне говорит «Иди с ним». И мы ехали сквозь всю Бразилию. И я сидел и говорил «Господь, что ты вообще делаешь?» И этот человек, который сопровождал меня, он говорит «Слушай, тут недалеко, я пару лет назад встречался с одним пастрем». И я говорю «Ты точно знаешь этого пастыря?» Он «Да, я однажды всего лишь жизни его видел, записал его номер, так что да, мы знакомы». И я подумал «Боже, это какой-то дурдом, сумасшествие просто». И он говорит «Да, сейчас позвоним ему, не проблема». И он говорит «О, это Франческо, мы с тобой в автобусе встречались год назад». И пастырь говорит «С тобой американец, правда?» Он говорит «Слушай, я знаю, что у тебя в машине американец и я хочу, чтобы ты привел его в мою церковь сегодня вечером». и я просто задумался. И он сказал «Мои старейшины, мои ходатай молились сегодня утром». И они увидели американца, который приезжает к ним в церковь с бразильцем. И они пришли к пастырю и сказали «Слушай, пастырь, тебе надо позволить, чтобы он проповедовал в церкви». Помните, я живу, чтобы делиться Писанием. И я пошел, и я стоял впереди, и у них было чудеснейшее поклонение, приславление. А я прям в желудке у себя, прям в животе у себя ощущал реки живой воды, как они бурлили. И я вышел, я начал говорить, и люди начали исцеляться просто на местах. И этот пастырь говорит «Слушай, вот моя мама. Она вот на коленях стоит, можешь помолиться за нее?» И я сказал, что, я посмотрел на нее и говорю «На тебе помазание орла, ты получишь обновление, как орел». И я сказал ей «Подними свои руки, подними руки и поклоняйся Господу». И эта женщина начала, она начала двигать руками, она начала поклоняться Господу. И место просто взволновалось, вся церковь. И я начал задавать вопрос «Что происходит? Почему такая реакция?» А все в городе знали, что она уже вверх руки поднять не может. Годами. Годами она не могла, у нее не было силы поднять руки. А тут посмотрите на нее, она танцевала руками. И два года они продолжают быть в пробуждении, там взволновался вся церковь. Но все из-за ходатайства, из-за того, что кто-то молился, из-за того, что пришло Божье время, из-за того, что происходит это. Мы не можем это сделать. Но Дух Святой, Он знает все. Он знает, кто едет, в какой машине едет, куда, с какой целью, Он все знает. мы не знаем ничего с вами. Иисус сказал, что Он ничего не может сделать без Отца. Аминь. Мы должны точно так же говорить, я ничего не могу сделать без Него. Это только Он. Он сделает это, Он совершит. Но мы должны позволить Ему это сделать. Не то, как я себе это вижу, не моим способом, но Его способом, Его мысли. Аминь. Халлелуя. И Он совершит. Он заплатил всю цену, поэтому Он способен совершить. И Он хочет совершить. Он желает совершить это даже более, чем мы с вами желаем этого. Мы берем перерывы. Мы уже за этот вечер сделали два перерыва в уроках. Он никогда не берет перерывов. Он положил свою жизнь, чтобы ходатайствовать за вас. Он стоял перед Отцом, Он стоит перед Отцом. И помните, в Откровении Иоанн пишет, что вижу того, который похож как Сын Божий, и Он с кровью на небеса пришел, своей кровью. Он хочет исцелять, Он хочет освобождать, Он хочет приносить свободу, Он хочет спасать людей. Он умер за это. Мы не могли заставить Его сделать это. Он говорит, просите меня, верьте со мной, и это свершится. Аминь. То есть, как ходатай с вами высвобождаем то, что уже было совершено. И это называется ходатайством, потому что Он, как ходатай, стоит между нами и Отцом, Богом. Аллилуйя. Это строит веру и дает нам власть. Потому что мы с вами оперируем с той позиции, где у нас уже есть победа. Когда мы сталкиваемся с безнадежной какой-то ситуацией, когда я впервые занял свою пастырскую позицию, я ходатайствовал за всех своих овец, за людей, которые были моим овцем. И я не знал их всех и я только молился и Господь помоги мне, помоги мне, помоги мне. И однажды утром Дух Святой поднял меня в пять часов утра и я слышал и продолжал сам говорить, что кровь, 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 кровь Христа. Два часа я продолжал провозглашать только одну фразу. Больше ничего Дух Святой меня не побуждал говорить. И потом внезапно звонок телефона. кто-то из церкви, из общины звонил. У меня сын и он плохой человек. Каждую пятницу, субботу он напивается и он избивает свою жену. Вчера ночью он напился и избил свою жену. Она проснулась она взяла бензин она вылила на него и подожгла. Мой сын в больнице и врачи сказали, что он вскоре умрет, он не выживет, можешь ли ты приехать? И я поехал в больницу. Я уже проснувшийся был как два часа. и то, что Дух Святой говорил, это только была кровь, кровь Христа. И знаете, когда происходит ожог, очень важно, чтобы ваша кровь не получила заражение, чтобы инфекция не зашла в кровь. он был белый человек, но когда я зашел в больницу и увидел, он был черный, как уголь. Он страшно пах, горил. я зашел в палату и доктора делали вот что. Они знали, что я проповедник. и доктора, сложив ручки за спиной, говорили, проповедник, помолитесь, он умирает, просто помолитесь. Глаза выгорели, сгорело века. Я сказал ему, если ты только слышишь меня, можешь просто попытаться сжать глазами. И он сжал глаза, что он слышит меня. И я сказал, веришь ли ты в Иисуса, потому что он хочет спасти тебя сейчас. Если ты принимаешь Иисуса, то сожми глаза. И он сжал глаза, и я помолился. И потом Дух Святой меня побуждает спросить его, спроси его, хочет ли он получить исцеление. Доктора просто затаили дыхание. Они сказали, это же невозможно. Я говорю, слушайте, я говорю только то, что Дух Святой побуждает. Он говорит, я согласен с вами, он выглядит как мертвец, я понимаю. Но мы помолились. Я сказал, Господь, ты уже заплатил за это. Не я. никто не заплатил за это. Но ты умер за этого человека. Шесть месяцев спустя двенадцать операций прошло. Год спустя я был на заправке, чтобы заправиться. он вышел и сказал, я тот, я тот, который сгорел. Я тот, за которого ты помолился. Я когда увидел его, даже не узнал его, я не понял, кто стоит. И да, были шрамы, покореженное лицо, и больше операций ему надо было, но он живой. Без ходатайства у вас никогда такое не получится. Только если вы доступны встать и доверять Духу Святому. Он сказал мне в пять утра кровь. Два часа я говорил кровь, кровь Христа, не зная почему. Я не имел никакого представления. И вы должны только доверять Богу, которого вы не видите. Но это делает и строит вашу близость с Богом и строит вашу дружбу с Богом и делает вас способными. Позвольте мне сказать вот что. Как это делать? Вам надо начать с маленьких вещей. что Он побуждает вас сделать? Что Он просит вас? Знаете, что Он меня попросил? Сразу после моего спасения я женился. И я спрашиваю Духа Святого, что ты хочешь, чтоб я сделал? И первое, что Дух Святой сказал, сделай свою жену счастливой. Как мне это сделать? выноси мусор. Первое, что меня Дух Святой побудил делать, попросил сделать. Выносить мусор? Я муж Божий. Да, да, вынеси пакетик с мусором. И я начал выносить мусорные пакеты. И знаете, что? И я думал, что моя жена даже не замечает этого. И тут я вижу ее, она так насвистывает от счастья. И на виду у всех она это мой. И она начала делать в адрес, в мой адрес, приятные вещи, приятности разные. Видите, когда мы послушаем на что-то, что мы думаем не право. когда мы с вами послушны в том маленьком или в том, что даже мы не считаем важным или даже ненужным, что он вас спрашивает сделать? Может быть, он просит вас что-то сделать, а вы думаете, да нет, это не имеет никакого значения, это не важно. Но если Бог вас просит, это означает что-то всегда. И вы должны обратить на это внимание. Сделайте, будьте верным в этих маленьких вещах, и он поставит вас над большими. Но если вы не будете послушны совершать вот эти маленькие поступки, каждый хочет увидеть чудесное исцеление, и каждый хочет увидеть воскрешение из мертвых. Но никто не хочет выносить мусорные пакеты. Никто не хочет быть послушным в том, что он призывает вас делать. Вот вам примитивная иллюстрация. Я новую машину имею. И вот ключики лежат от машины. Стучит в дверь молодой человек. Он стучит в дверь и говорит «Привет! Возьму-ка я твою машину на один денек. Ни за что. не выйдет. Я просто не позволю. Я скажу «Нет, молодой человек, это невозможно». Но вот этот же парень забирает вашу дочку на свидание. большая разница. Вот моя дочь и вот моя машина. Наше мышление, оно поменялось тут местами. вы позволите этому парню увезти вашу дочку на свидание, но при этом вы не доверяете ему машину на день. Это человеческий образ мышления. И ничего в этом хорошего нет. Я просто использую это примитивную иллюстрацию, но это истина. И люди так поступают каждый день. они позволяют я не знаю этого парня, как я могу отпустить с ним дочку? Я не отпущу никогда. Но это человеческое извращенное мышление. А Божьи пути гораздо больше. И мы должны доверять Богу, что Дух Святой говорит. что Иисус сделал на кресте. Потому что Бог хочет доверять вам то, что Иисус совершил на кресте. Он хочет высвобождать исцеление через ваши руки. Чтобы когда вы возлагали руки на больных, чтобы они выздоравливали. Он хочет доверить вам это. но он хочет знать, что вы слышите его голос. Аминь. Понятно? Это откликается у вас? У нас осталось пять минут. Видите на телефоне юную девушку? Видите ее? Нет. Можете после урока подойти посмотреть на юную девушку. Ей шестнадцать. Когда ей было тринадцать, она была в инвалидном кресле. С рождения до тринадцати лет она была в инвалидном кресле. часть ее мозга, которая отвечает за движение ее ног, она не работает. Вы увидите, подойдите, посмотрите ее фотографию, она красивая. И в тринадцать, когда ей было, мы начали молиться за И сейчас ей шестнадцать, и у нее две палочки, которыми она пользуется, но она уже не в кресле. И я сказал ей, драгоценное, придет время, когда ты будешь бежать со мной в марафоне. Два месяца назад я снова возлагал на нее руки и молился. И прошлую неделю, когда я был в Израиле, она позвонила мне. она говорит, я была у доктора, и мои ноги, суставы, встали в тазобедренные суставы правильно, и я уже готова ходить. до того, как я уехал, я подарил ей звездочку Давида, внутри было сердечко. И на фотографии вы увидите, что я укрыл эту девушку талитом. Я сказал ей, драгоценное, благословляй Израиль каждый день, и Бог исцелит тебя. И сейчас она просто входит в эту позицию, когда она скоро просто побежит. Ходатайство о том, что Он совершил уже, и мы высвобождаем то, что Он совершил, и отдаем всю славу Богу. Аминь. Он Господь, который исцелил нас, и Он Господь наш Целитель. Он послал Своё Слово, и Он освободил нас от болезней. И Он Господь наш Целитель. Аллилуйя. И вы несёте этого Бога внутри себя. И Он сейчас хочет иметь эти взаимоотношения, чтобы высвободить то, что Он уже совершил через вас, ваши семьи, ваших соседей, ваших друзей. кого бы Бог не послал вам на пути. Аминь. Делайте Его работу совершать. Аминь. Благословляю вас. Люблю вас. Аллилуйя. Аминь. Увидимся завтра. Аминь.